Работать не зарабатывать С высоким заработком И на другую даже смотреть не хотят Но как часто те, кто работают В 10% и не ходят И получают высокие зарплаты Бывают счастливее те, кто работают На более простых и менее престижных работах Это проект «Готовый сад» Меня зовут Наталья Васова Здравствуйте Эти кадры сняты в республике Бангладеш В Википедии она значится Как аграрно-индустриальная страна С динамично развивающейся экономикой Перед вами так называемый Берег мертвецов Местная достопримечательность Здесь в прямом смысле слова Умирают старые корабли со всего света Их пригоняют в даку И рабочие вручную распиливают И разбирают железных гигантов Еженедельно в ужасных условиях Где даже море отравлено отходами с кораблей Трудится около 100 человек из бедных семей Все возрастом до 40 лет Когда организм еще способен бороться с отравой Мрут, как говорится, как мухи Еженедельно на береге мертвецов Умирает минимум 2 человека И все равно идут на работу Чтоб с голоду не умереть Стоимость рабочего дня этих людей От 2 до 6 долларов в день Современный молдаванин Согласно данным экономистов Получает в среднем в 2 раза больше От 6 до 25 долларов За дневную рабочую смену И в 2 раза больше Жалуются на свою несчастную судьбу На ужасное состояние экономики На то, что в этой стране Невозможно заработать денег Экономисты, в свою очередь, давно спрогнозировали Крах экономики Молдовы Экономика будущего Это экономика человеческого ресурса Это экономика всего того Где человека не может заменить Компьютер, робот Или что-нибудь такое То есть экономика будущего Это экономика знаний Экономика творчества Экономика идей Если так можно выразиться Конкурентоспособность Молдовы В этом смысле Сейчас очень низкая На глобальном рынке Вот этой новой экономики Как мы говорим В Молдове нету Силиконовой долины В Молдове нету Даже Подобия Чего-то Чего-то Такого И даже не пытается Никто это создать Что заставляет Молдоване Со спокойной совестью Махнуть рукой На будущее страны Собирать вещи И огромными толпами Уезжать за границу На заработки Сегодня в республике Каждый третий Болен синдромом отъезда Желанием заработать много Вкалывая за пределами родины Если вы посмотрите По количеству занятых То за последние 15 лет У нас в количестве занятых Было миллион восемьсот А стало миллион двести То есть сократилось на треть Причем что характерно В возрасте до 50 Свыше 55 лет и старше Она выросла А до 45 лет Сократилось вдвое То есть получается парадокс То есть с одной стороны Государство Самое бедное в Европе Да Оно из кожи вон лезет Для того чтобы Оказать помощь матери Чтобы она выросла ребенка Чтобы он получил образование И так далее И когда человек уже вырос И мог бы создавать ВВП Для своей страны Он в это время уже за рубеж Создал Валовый внутренний продукт За рубежом Вот это Трагедия нашей страны Карине Пушкаш Карине Пушкаш 34 года Она переехала в столицу Несколько лет назад Из родного села Рескетц Района Штефанводы Они с супругом в браке Более трех лет Вместе на улице Продают горячий кофе Он в одной частной фирме Она в другой Эту работу я нашла Чисто случайно Меня одна знакомая Спросила Хочешь ли ты работать Бористой Потому что Как бы Я это знаю Эта работа Для меня Как бы знакома И она знает Что то что я люблю Именно это для меня Я согласилась Я взяла номер телефона Позвонила Встретилась Показала то что я умею Она сменила Несколько профессий Уборщицы в аптеке Посудомойка В ресторане Теперь утверждает Что нашла работу По душе Мне нравится Потому что Работаешь именно С людьми Есть контакт С человеком Вот примерно Приходит клиент Человек приходит К тебе Я ему не делаю То что он просит А я вижу клиента Я вижу то что он любит Пить Ну какой напиток Он именно предпочитает И я всегда стараюсь Чтобы этот человек От меня ушел Довольным Чтобы он захотел Вернуться С восьми утра До пяти вечера За день Корена обслуживает Не менее пятидесяти клиентов В любую погоду Даже если на улице Плюс сорок От солнца я прячу У меня есть свое Любимое местечко Когда нету людей Где? Покажи Я вот здесь Ставлю свой стульчик Здесь И смотрю С той стороны Видно С левой стороны То есть видно Если человек идет И с правой стороны Тоже видно Ты отвечаешь За весь товар? Ну конечно Это же Я работаю На этой машине И не то что отвечаю Но я принимаю И я продаю И не жалуется Она отлично знает Как сложно Заработать копейку В Молдове Очень-очень-очень Очень-очень сложно Сложно То есть Есть люди Которые хотят работать Но у них нет шансов Их нигде не берут работать Да Есть Когда люди идут Устраиваться на работу И Они сразу не проходят Как сейчас модно говорить Фейс-контроль А этот человек Унижает И У него начинаются комплексы Человек может вообще Закрыться в себе Из-за этого Потому что его Никто не оценивает Ведь Не имеет значения Как выглядит Имеет значение Как он работает Данные экономистов Основанные на численности Из населения И на часах Сколько молдаване Работают в день Показывают Что среднестатистическим Молдаванин В час получает Около 12 лет Это кстати Самая низкая оплата труда В Европе Основываясь на этом Очень многие молдаване Со спокойной душой Уезжают за границу Для того Чтобы работать На чужое государство И Естественно Пожаловаться На то Как все Тяжело В этой стране Забывают они О другом Что никто Никогда Не жалел Людей Которые жалуются И то Что большие Государства Выживают За счет Мелких А значит Огромное количество Гастарбайтеров Только выгодно Большому государству Работодатели Молдовы Бьют тревогу Уже сегодня Уверяют они Менталитет Молдавских студентов Которые оканчивают Последний курс Сильно изменился Выходя из вуза Среднестатистический Студент Требует Высокую зарплату И престижную работу Если нет Словно мстит Государству Объявляя себя Гастарбайтером И убеждая себя В том Что за границей Его карьера Служится обязательно На самом же деле Данные статистики Показывают Что лишь 5% Молдован Умудряется построить Карьеру за границей Остальные Так и вкавывают На примитивных работах За гроши там Но за хорошие деньги Здесь Лишая Молдовы Квалифицированных кадров А себя Перспективы карьерного роста За границей Там есть 3 категории людей Конечно В развитых странах Там против расизма Против цвета кожи И так далее Но тем не менее Хотим мы это признать Или не хотим Есть белые Есть так называемые цветные Это вторая группа А есть третья Мигранты То есть это самая ниша Они не ассимилируют Давайте будем прямо говорить Если например у вас на работе Или кто-то к вам приходит Который неправильно говорит Он не свыкся с образом мысли Он чужой И вот эта ситуация О том что он чужой Она очень сильно гнетет человеку Остальные кто все-таки остался в Молдове И работают в престижных местах Частенько не ценят то что имеют Либо продолжают жаловаться И жить на перечисление от родственников За границей Заранее зная что скоро сами уедут Таким образом Уверяют специалисты Страна постепенно превращается В общество потребителей А молдаване как народ Теряют на мировом рынке Свою репутацию трудолюбивых граждан Масштабы государства Специалисты окрестили этот феномен Социальной алчностью Или проще говоря Потребностью иметь все и сразу Без каких-либо усилий Карина Пушкаш с мужем живет на доход От двух зарплат Уже не первый год Они копят деньги на главную мечту Семейства Собственную квартиру Моя мечта иметь свой собственный дом Имеет значения Квартиру, домик Комнату Какую-нибудь Но чтобы она была моя Чтобы она была приобретена Из наших денег Не то что тебе дарят родители А именно Куплено из наших денег Заходишь в дом И ты знаешь что это твое Детей не заводит по финансовым мотивам Пока сконцентрирована на работе Старается вложить в нее душу И очень ценит ту зарплату Которую имеет сегодня Насколько цена работы в жизни человека? Что ему дает? Стимул жизни И Те люди которые реально любят свою работу И работают Значит у них есть какие-то свои цели И хотят достигнуть Конец Время И Те люди Реак С crop Раак 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 нередко замечается на бизом среди покупателей многие из них считают нужным указать ей свое место есть такие клиенты которые подходят именно специально чтобы испортить видят что у человека есть настроение что человек аж прямо летает от хорошего настроения да они именно подходят пытается пор испортить настроение но очень мало очень мало людей которым это удалось однако уверять что в отличие от них работающих дорогих комфортабельных офисах она приходит на работу каждое утро с отличным настроением надо совмещать полезное и с хорошим то есть зарплату и с настроением если есть зарплата есть настроение плюс к зарплате может быть и бонусы могут быть и не бонусы а премии я имею ввиду могут быть чаевые у меня к примеру здесь очень многие люди которые реально оставляют чаевые и мне это очень приятно на вопрос почему счастлива работая в сложнейших условиях и с невысоким окладом отвечает у меня и так уже есть много любовь и поддержка мужа отличное настроение деньги на хлеб и клиенты в большинстве своем приятные и вежливые без высшего образования и богатого жизненного опыта она вывела для себя максимально продуктивную формулу успеха в карьере и в жизни поскольку точно знает у нее есть все чтобы быть успешным молдове стоит лишь начать строить а не причитать на развалинах и разумеется начиная рабочий день улыбнуться своему первому покупателю кофе удивляет карину лишь одно почему так мало людей в нашей республике разделяет ее взгляды жить ради денег или зарабатывать для того чтобы жить каждый из нас рано или поздно сам находит ответ на этот вопрос кому-то достаточно однокомнатной квартиры а кто-то не может найти счастье в комфортабельном офисе и дорогом ресторане поскольку как показывает практика иногда может уйти целая жизнь на то чтобы осознать разницу между собственными амбициями и жадностью этого проекта особый статус меня зовут наталья васова до встречи а а а а а а